Всем привет, мои дорогие друзья! Всем хорошего, доброго дня! Мы с вами просунулись, время уже 12 часов. Так, я сейчас буду готовить завтрак. У меня муж заказал... Такая-то, да и этот... Иногда, знаете, выговорить слово не могу. Короче, яйца с фаршем, каймалы, емурта. У меня муж заказал, вот. Ночью, когда с работы пришел, ладно, заранее сказал. Потому что у меня же все заморожено. Вот, все. Я размораживаю в духовке, чтобы Лира не таскала. Она есть не будет, но растащит по всей квартире, где только можно. Так, вот такой завтрак у нас сегодня будет. Ну и огурцы, помидоры и все такое. У меня волосы влажные. Вы знаете, я волосы расчесываю только так. Потому что с моими кудряшками, если я буду расчесывать, во-первых, у меня будет полная расческа волос. И на голове вот такой одуван. Я, знаете, у меня остался... Вернее, я же плюшки оставила от этого. Спрей солнцезащитный, как он там называется-то, господи. Редко пользуюсь, и у меня все из головы вылетает, забываю. Давно уже волосы не выпрямляла. Вот, у меня остался флакон с распылителем. Распылитель такой хороший, да, я его не выбросила. Но он пригодится. Вот, я туда наливаю воды. И несколько капель эфирного масла розы. Так как я прочитала, что эфирное масло розы, оно как бы увлажняет волосы. Еще какое-то масло, я забыла. Два вот масла. Второе масло у меня есть, я не помню. Но масло розы-то у меня есть эфирное. Вот, я туда добавляю несколько капель. И так потом наношу на волосы. И потом аккуратненько расчесываю. Проголодалась, мадам? Проголодалась, да? Ой, она сегодня, я, конечно, сто раз просыпалась. Потому что она лезет ко мне. Она только видит, что я поворачиваюсь. Все, Лира бежит ко мне, ложится на грудь, задницу сюда. Ну, я не знаю, вот, ну, я читала, что это, раз кошка к вам попой поворачивается, полностью она поворачивается, она вот так стоит, хвостом вот так машет меня по лицу. И там начинает меня вот так топтать, это массажировать, да. И потом она может лечь прямо вот сюда мне. И распластаться, да. Ну, то, что это, если кошка так делает, то, значит, она очень вам доверяет. Да, вот. Но ее доверие вот постоянно. Она сначала, или этот, или за ушами, за ушами надо ее там почесать. Так, так. Потом она поворачивается, и все, и это. Вот, сколько раз она, видимо. Давайте, вставайте. Так, ладно, у нас сегодня погода плюс 34. Давайте я сейчас камеру возьму, переверну, покажу вам погоду. Огурцы мои покажу. Ой, девчонки, вы знаете, вы уж мне там написали. Вы мне написали тогда, когда они у меня уже вытянулись. Да, мне Марго написала. Татьяна, не ставь огурцы там, от нехватка света, солнца там, они будут, они вытянутся. Они у меня вытянулись. Я вот прочитала ваш комментарий и поставила на балкон вчера днем. Ближе к вечеру уже солнца не было, конечно, но дом пускай на балконе. Да, они, конечно, они длинные уже, девчонки, ставили, короче, одним словом. Вот, я же думала, и в такой стаканчик можно. Я тоже, мне там написали, Татьяна, ты стаканчик можешь разрезать аккуратненько. Я тоже вот так же думала, да, что я стаканчик потом срежу вот так. И вместе с землей аккуратно посажу их на грядку. Теперь уж я не знаю, что делать, девчонки, оказывается, я и это неправильно сделала. Огурцы теперь надо ждать, пока у них корневая система окрепнет, 4 листочка даст. Девчонки, у меня так огурцы не вырастут. Короче, я уже думаю, стоит ли их мне теперь на грядку сажать, а дома и дома не оставишь. Ну, я посажу, конечно, это уж мысли вслух, стоит ли сажать. Конечно, куда я их дену? Посажу, а там будет, что будет. Давайте я камеру переверну, вам покажу. Вот у нас такая погода. Вот трава у нас вся желтая, я не знаю, но триммер работал. Триммер, кажется, да. Прям я не знаю, ой, часов в 9, что ли, он стартанул. Вот этот триммер. Видимо, где-то оставалась, наверное, трава. Вот такая погода, жарко. Ой, и ветер, 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 ветер. Вот мои огурцы тут, ветер, все это. Лира уже свою травку пощипала с утра. Вот они у меня уже вытянулись, все. Я уже не знаю, тут досыпать, не досыпать, уже все. Я не подумала, вы знаете, я об этом даже не подумала. Они вытянулись так неожиданно. Вот, например, вечером я смотрю, они такие еще хорошенькие, маленькие, все нормально. На следующий день захожу, они уже вот такие у меня голенючие. Вот здесь тоже как-то, вот, Лирину туда надо убрать. Вот сюда поставлю огурцы, потому что шторка их не заденет. А петрушку сюда вот поставила. Это. Ну вот, пускай теперь растут. Я их полью, потому что на улице стоял, ветром немножко обдуло все. А Лирина тут пускай лежанка стоит. Вот этот лук еще надо убрать. Все как-то это. Так, ну ладно, все. Сейчас я... Ой, у меня уже чайник скипел. Да, у меня уже чайник скипел, ладно. Все, сейчас я все достану из холодильника и буду готовить завтрак. Вот, фарш разморозился. Наш завтрак готов. Всем приятного аппетита, кто в данный момент за столом. Привет, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Да, я Акану вот пожарила каймалы, ямурта, яйцо с фаршем, а себе с колбаской. У нас большой сковороды нету, а этот фарш долго жарится, и поэтому по отдельности я сделала. Вот у меня здесь фарш, я его в морозилку не закину. Я из этого фарша вечером на ужин приготовлю себе котлеты. Так, все, чай, кофе готов. Еще раз, дорогие мои, всем приятного аппетита. Пока на работу поехал. Машину вон там оставил. Почти рядом с остановкой. Здесь мест нету. Солнце с нашей стороны отошло. Тенек. Но ветер, ветер. Вот опять. Я хотела туда какую-нибудь затычку поставить, Акана попросить, а потом подумала, ветер будет все равно. Он, наверное, ее порвет. Она уже на ладан дышит вся тоже. Поэтому уже не стала. Думаю, ладно, пускай ветер ее туда-сюда гоняет. О, она как к машине подходит. Я вышла в магазин. Пройтись сюда, в А101. Немножко здесь пройдемте. Надела новое платье. Всем огромное спасибо, кто его оценил. Вы знаете, девчонки, я скажу честно, я его хотела сдать. Да, дома крутила, вертела. И так надену, и сяк надену. Вы мне некоторые писали, Татьяна, можно с рубашкой. Да, я ее и с рубашкой мерила, и так мерила. Все померила. И с такой обувью, и с сякой обувью. Это знаете просто... Почему я его хотела сдать? Не из-за того, что оно мне не понравилось. Нет, понравилось. Да, но, вы знаете, я до такой степени не привыкла просто к платьям. И здесь как-то я это... Нет, я носила. Я давно-давно в Алиэкспресс покупала платье. Два я купила. Второе я один раз одела, оно в цветочек. Так и этот. Другое я носила. Да, оно у меня еще есть. Но я этот... Вот. Просто я не привыкла к платьям. И я, знаете, я не знаю, меня поймет только тот, кто тоже такое чувствует. Знаете, как-то мне неловко, что ли. Как-то не своей тарелки я в платье. Здесь вот все время в штанах и в штанах. Знаете, когда я сюда приехала, здесь вообще таких платьев не продавались. Здесь в основном были, вот знаете, платья-рубашки. И они были все прозрачные. Ну, не все, но в основном были просвечивающие. Какие-то кофточки или блузки, даже футболки, они были все просвечивающие. Я говорю, я еще говорю, милый, у вас как-то здесь это не принято, да, мужу, чтобы нательное белье видно было, да. Ну, и футболки все такие, и блузки все такие. А просвечивались они, знаете, мама дорогая, хорошо. И поэтому надо было как бы без галтера, сверху майку еще, и потом только вот эту футболку. Да, жара не жара, ну вот так. А такого не было. И, короче, я хотела его сдать, по-русски говоря. Но мужу там спросили, Акану понравится. Вы знаете, Акан так посмотрел, реакции вообще у него никакой не было, да. Я уже говорю, тебе не понравилось, что ли? Ему это было тоже непривычно. Да, и вот после ваших комментариев, я так подумала, думаю, наверное, оставлю. Я говорю, Акан, ну этот, он говорит, я говорю, ты что-то вообще никакой реакции мне не показал. Понравилось оно тебе или нет, платье на мне? Он говорит, понравилось, просто для меня это непривычно. Видеть вот тебя в таком, да. Вот. Но сейчас уже тут по-всякому ходит. Я уже говорила, когда я сюда приехала, я здесь даже женщин в майке не видела. Да. А сейчас вот и в шортиках, и в мини-юбочках, и с голыми животиками девочки молодые ходят, и взрослые тоже в майках, в шортах, да. Сейчас уже по-разному ходят. А когда вот буквально 8 лет тому назад, такого не было здесь. Это маленький городок, девчонки. Это небольшой город Турции. Разница большая, да. Вот. Но спасибо всем, кто этот оценил. И вот благодаря вам, наверное, вашим комментариям, девчонки, я решила его все-таки оставить, да. И сегодня, думаю, так в магазин пойду, думаю, дай-ка я его одену прогуляться. Вот. Я его надела. Так что ничего страшного нету. Ну вот чувство такое, видите. Это надо немножко перебороть. Здесь привыкну. Может быть, еще потом какое-нибудь платье прикуплю, какое мне понравится. Вот сейчас ветер, да. Посмотрим, как с ветром. Вот. Короче, как-то так, дорогие мои. Еще раз всем огромное спасибо. Так. В магазин что мне надо? А, сейчас. Секунду, девчонки. Я что еще хотела сказать? Надела вот такую штучку. Думаю, ну что-то-то надо чем-то разукрасить. Да, как-то пусто, что ли, вот это, да. Вот. Вот такую штучку. Я ее покупала тоже сто лет тому назад на Алиэкспресс. Ну, она мне так понравилась. Она дешевая. Да, ну вот эта штука, вот этот камень, он так блестит. Ну, вот здесь, знаете, есть эта леска. Она у меня пожелтела. Девчонки, если вы знаете, чем можно ее отмыть, напишите, пожалуйста. А так, эта штука, она мне очень нравится. Ну, вот за счет того, что вот эта леска пожелтела, что-то мне не очень нравится. А так, смотрите, блестит, как, я не знаю, как какой-то бриллиант, наверное. Вот. Так, ну ладно. Я в магазин пошла так. Надо купить яйца. И остановилась. Вот надо было записать. Ну, ладно, магазин рядом, если что, и завтра могу сходить. Но самое главное, я хотела купить яйца и хлеб. Хлеб печь в такую жару, девчонки, дома я не хочу. Очень жарко, да. Поэтому хлеб купить, может быть, еще что-нибудь. А, лаваш хотела я еще купить. Все-таки Акан любит на завтрак что-то такое разнообразное, да. Вот я ему буду иногда там, когда он захочет, на завтрак лаваш. Ну, как я делаю. Яйцо, сыр, колбасу. Вот так это. Такое, как костыбыльку, да. Я уже много раз показывала на своем видео, да, как я это готовлю. Очень вкусно. Вот. Еще, может быть, что-нибудь посмотрю, увижу. Так что пошлите в магазин немножко. Посмотрим. Я уж... Там, конечно, наверное, ничего нету. Ну, так, может быть, что-нибудь я вам покажу. Да. Погода, конечно, классная, но немножко жарко. Ладно. Лето. Лето, лето, лето. Я еще это платье с кепкой мерила. Вот так. У меня тут белые эти, я не знаю, макосины, белая сумка и белая кепочка. Тоже смотрится очень даже классно. Но у меня белой кепки нету. Есть она, но она уже вся старая. В ней только в огород ездить. Надо купить. Тоже хорошо. Кепка от жары девчонки тоже спасает. И от жары, и этот, и ветер, вот волосы. Можно с хвостиком. Я, конечно, вот так прямо надела. И все. Так что шляпку можно. Ну, вот с такими полями шляпы продаются. Как-то я не хочу. А вот была бы шляпка, знаете, с небольшими полями, можно было бы. Да, ну, здесь я такую, кажется, не видела. Да, когда давно видела, пожалела потом сто раз, что не купила. Не сезон был просто. Вот. Так, ну ладно, мы уже подошли к магазину. Ну, пойдемте в магазин. Смотрим товар на улице. Знаете, что я вчера лазила в этот, ну, на просторах нашего интернета, да. Что-то мне захотелось связать из рафии сумку, да. Давно уж говорила, что хочу связать. Это что за коврик? Так, ну-ка, для чего это? А, вот, сушить посуду. Вот. И это. Никак не могла найти, знаете, модель сумки, которую, ну, которые бы меня, так знаете, вау, ах, я хочу такой, да. Вот эти шоперы там, это, ну, не знаю, как-то мне такой не хотелось. И вчера я увидела, я захотела прям связать эту сумку. Знаете, ну, там как бы девушка показывает из этих, ой, из какой-то веревки. Господи, я забыла. Шнур, какой-то шнур, да. Вот, я хочу попробовать. Этот, надо посмотреть, здесь такие шнуры продаются, да. Этот, как-то я давненько видела, сейчас надо посмотреть, если что. Может быть, еще надо крючок купить, потому что у меня такого номера крючка нету. Там два с половиной, три надо. Это, у меня четыре и шесть есть, или четыре с половиной, вот так что, если я куплю этот шнур, если у меня желание не пропадет, буду вязать сумку, когда только не знаю. Надо вот сходить, так, ладно. Вот здесь, знаете, что неудобно, здесь корзины нету. Так, я же хлебушек хотела взять, поэтому я здесь стою. Хлеб и этот, и лаваш. Лаваш какой-то, какой взять-то. Ну, вот такой тоже он хороший, но он мне на сковороду не пойдет. Ой, присела, все, платье всю грязь собирает. Такой, этот, на сковороду не пойдет. Вот такой, наверное, я возьму. Лаваш, сколько он стоит? Тридцать девять, тридцать девять лир. Да, вот с таким лавашом я делаю. Очень вкусно. Так, я, наверное... Здесь немножко с вами пройдусь. И потом туда мне, за яйцами, руки будут заняты у меня. Ножи. Нет, здесь ничего нету. Обычно в таких местах мне нравится там копошиться, смотреть что-то. А тут, видите, с той стороны только игрушки. И все. Нет, здесь ничего такого нету. Я вот взяла хлеб и лаваш. И вот пойду за этим. У меня за яйцами. У меня дома кофе. Так. Наверное, я не возьму сейчас. Это, знаете, это... У меня будет лишний повод выйти в магазин. У меня есть еще на несколько дней растворимые, имею в виду. У меня будет лишний повод выйти. Так. Я дома. Вот мои покупки. Яйцо, лаваш, хлеб и вот такой йогурт я купила. Так. Двести лир. Так, двести лир я дала. Две лиры с дачи. Сто девяносто восемь лир. Вот это вся у меня покупка. Дорогие мои. Ну, а с вами на сегодня я буду прощаться. Всем огромное спасибо, кто провел это время вместе со мной. Я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok